Всем привет, друзья! Вы на канале J-Centers, меня зовут Джон Кармилицин и это 53-й новостной CG-выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями. В этом выпуске у нас Blender представила ежегодный обзор статистики. Канвас от Nvidia превратит твои каракули в настоящий пейзаж. Плагин генерации голоса для iClone. Российская анимационная студия спонсирует Blender. TakeTwo приобретает программу для лицевой анимации. Команда Blender выпустила ежегодный обзор чисел. Их сообщество невозможно недооценивать. Вебсайт Blender.org посетили в общей сложности 23 миллиона уникальных посетителей. Это на 35% больше, чем в прошлом году. Такими темпами количество последователей Blender приближается к 2 миллионам посетителей в месяц. По посещаемости среди всех стран Россия находится аж на пятом месте. Ну и составляет 4 миллиона художников, что в 5 раз меньше, чем посетители США. Еще в 2020 году 3д пакет был загружен с Blender.org более 14 миллионов раз. Причем количество пользователей на Windows составляло около 12 миллионов, в то время как на macOS около полутора. Трафик по загрузкам софта отмечает рост более чем 30%. Ну и пожертвование фонд развития увеличилось на 10%. Может кто-то из вас вкладывает в Blender? Было бы интересно посмотреть, сколько активных пользователей. Напишите, пожалуйста, в комментариях. NVIDIA выпустила Canvas. Бесплатный инструмент рисования на основе искусственного интеллекта, который переводит грубые эскизы в рисунки. Где использовать? Ну, например, в качестве основы под твой будущий шедевр. То есть программа превратит все твои каракули в настоящие пейзажи. Canvas. Содержит 9 стилей, которые изменяют внешний вид картины. Ну и 15 различных материалов от неба и гор до различных водоемов и каменистых поверхностей. В настоящее время доступен бесплатно в бета-версии. Ссылочка в описании. Наши друзья 3dmaya.com запускают интенсивный курс по hard surface моделингу, запечке, текстурингу и рендерингу моделей в софте Maya, Substance Painter и Marmozet Toolbag. Там ты научишься создавать хай-поли и лоу-поли модели под игры, делать развертку и запекать карты по пайплайну игровых студий. Курс с постоянными фидбэками от ментора, созвоны и общения на максималках. Поэтому количество мест в группе ограничено. И стоимость курса меньше обычной до 30 июля. Главное, что есть возможность оплатить ее частями. Ментор этого курса Ян Шамарин. Он имеет опыт работы в Геймдеве более 5 лет. 3dmaya напрямую сотрудничает со студиями, куда рекомендует своих выпускников старт курса 10 августа. Marmozet представили Toolbag 4.03. Это крупное бесплатное обновление программного обеспечения для рендеринга. Добавили аппаратно ускоренное шумоподавление рендеринга на CPU и GPU Nvidia RTX. Также внедрили новые элементы управления, что включает возможность выделения объектов в сцене рамкой или лассо. А также инструмент волшебная палочка, ну и поддержка выделения объектов лиц и участков UV. Появился новый функционал в текстурировании. И что наиболее полезно, прозрачные материалы теперь будут реалистичнее за счет обновления настроек рефракшн, то есть преломления. Помимо этого представили новые контроллеры для освещения. Все подробности по ссылочке в описании. Программа для цифрового рисунка Sketchbook ушла от Autodesk. Причем они довольно легко отозвались об уходе. Вице-президент Autodesk сказал, что в компании многое изменилось. И звучит это так, как будто софт больше не вписывается в политику Деска. Ну типа они давно планировали его отделить. Ранее Sketchbook был бесплатный, но с приходом нового руководства компания изменила ценовую политику. Так что оплата все-таки будет. Им же надо как-то затраты покрывать. Изначально Autodesk приобрела программу в 2000-х годах. Тогда еще, кстати, они купили права и на Maya. Да, кстати, если хочешь поскорее узнать об истории Autodesk в нашей новой рубрике, тогда пиши в комментариях. Сейчас мы работаем над компанией Максон. А то иначе, после Максона запишем истории про Blender. Хотя давайте решим итог по количеству комментариев. Autodesk против Blender. Wizard Animation стала первым в России корпоративным спонсором Blender. Они написали, что их художники все чаще стали использовать Blender. Поэтому и решили поддержать его и добавить в производственные процессы. И это еще не все. Они также отметили, что начали экспериментировать с Blender Cycles в качестве основного рендера в производстве мультфильмов. Для этого они интегрируют Cycles в их внутренний 3D-редактор Wizard DCC Platform. Wizard, это российская анимационная студия, выпускает мультики «Снежная королева», «Волки и овцы», «Ганзель и Гретель». Последний, кстати, выходил на Netflix. Reallusion и Replica Studios выпустили AI Voice Actors. Бесплатный плагин, интегрирующий систему генерации голоса «Реплика» на основе искусственного интеллекта в iClone от Reallusion. Новый софт позволяет генерировать синтетический голос на основе исходного текста, а затем автоматически преобразовывать это в лицевую анимацию внутри iClone. Последний, кстати, использует новую систему Aculips, представленную версией 7.9. В программе имеется более 40 предустановок голоса. Также можно самому настроить скорость, тембр и высоту. Весь функционал довольно гибкий. Обработка в реплика идет по часовая. Все тонкости смотри уже по ссылочке в описании. Continuum от Boris FX получил обновление версии 20.21.5. Расширили возможность Particle Illusion, добавив новые шейпы, силы и дефлекторы 3D-излучателей. Кроме этого, при использовании в After Effects излучатели Particle Illusion теперь могут следовать за текстом и слоями маски или прикрепляться к собственным источникам света. Обновление также добавляет 9 новых фильтров с ускорением на GPU и 200 предустановок эффектов. Weezy Lab выпустила Instant Terra 2.3. В дополнение к существующим алгоритмам эрозии добавили три новых. Термическая эрозия для берегов рек, многомасштабная эрозия для еще большей местности, чем сейчас и новая система старения рельефа гор. Еще больше информации по ссылочке в описании. Dynamixis стала частью Take-Two Interactive. Для обычных пользователей он станет недоступен. Если Take-Two приобрели, то это все. В документе, представленном на сайте, сообщают, что Dynamixis будет работать как подразделение Take-Two и исключительно с издательскими лейблами и студиями. Мы очень много тестировали демоверсию Dynamixis, так что для нас эта новость была просто бум. Dynamixis — это программа для безмаркерного захвата движения лица. Они являлись одним из лидеров по лицевой анимации на основе видео, и ранее были партнерами Take-Two, Rockstar Games и 2K. Работали над такими известными проектами, как RDR2, сериалом Любовь, Смерть и Роботы и некоторыми фильмами, в том числе Мстители Финал. Будем наблюдать за их совместным развитием. И за GTA 6. Amazon представила Open 3D Engine — это кроссплатформенный игровой движок с открытым исходным кодом. В блоге Amazon Web Service его описывают как преемника их движка Lumberyard. Разрабы отметили, что они взяли из него все лучшее и значительно переработали остальные фичи. Но не будем уходить в технические подробности, скажу только, что производительность должна быть явно выше. Движок доступен в качестве предварительной версии для разработчиков только для Windows. Поставляется бесплатно и полная версия будет доступна в конце 2021 года. AMD начала поставлять Radeon Pro Render 3.2 для Blender и Maya. Обновление добавляет поддержку Motion Blur для визуализации различного рода анимации, так как ранее размытие поддерживалось только при рендеринге движения камерой или движущихся твердых объектов. Еще внедрили новый RPR Tune Shader для рендеринга в мультяшном стиле и новую систему для улучшения производительности Viewport. Кроме этого все эти функции также добавлены к делегату Radeon Pro Render USD Hydra. И помимо всего прочего он теперь может экспортировать AOV Cryptomate из Houdini. А вот что насчет остальных модулей, то ни для Unreal, ни для Max обновлений уже нет более года. Возможно забросили из-за непригодности и не видят выгоду в дальнейшем развитии. Спасибо друзья за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, заходите к нам в чат, для того чтобы закидывать туда свои работки и показывать их заказчикам. Сейчас мне нужно немножко поболтать для того, чтобы показать ваши охренительные работы во вдохновении. И ждите на этой неделе урок по Unreal Engine 5 с Доктором Стрэнджем, а точнее по порталу из этого фильма. Не забывайте подписаться и до новых встреч!